Приветствую вас, Карина. Давайте разберём вопрос, который вы задаёте, давайте поиследуем его и попробуем найти решения и ответы на то, что вы, собственно, спрашиваете у нас, у психологов. Ну, во-первых, сначала, в общем, немножко. Проблема расы, религии, проблема детей, вот, цвета кожи детей, да, это проблемы стереотипов. И это как проблемы стереотипов вашего, скажем так, молодого человека, так это и проблемы стереотипов его родителей. Другой вопрос, что это не изменится. То есть, молодой человек, если он не уверен, если его там задевает, вот, что-то из того, что говорят его родители, если он как-то к ним привязан, то это не изменится в дальнейшем. То есть, в дальнейшем вам придётся, ну, наверное, так же, как сейчас, тянуть ваши отношения, ну, вот, куда-то, вот, куда-то, куда-то, куда-то вперёд к светлому будущему и прочее. То есть, вы поймите, что неуверенность в машине, она не исчезнет после, ну, я не знаю, после, как бы так, как бы так сказать, после решения этой проблемы, да. Сама проблема появилась вследствие того, что молодой человек в себе не уверен. Вот. И пытаться решить эту проблему через неё саму, да, то есть, пытаться решить проблему через какое-то её разрешение, встречи с отцом, разговоры с матерью и прочее, ну, это не решение проблемы, потому что родители живы, они, там, не в глубокой старости находятся, да, то есть, не при смерти, и их влияние на вашего молодого человека будет сохранять. Сам молодой человек будет также, в принципе, реагировать, если не по поводу одного, то по поводу другого. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что проблема неуверенности молодого человека, она системна. И решается только путём признания этой проблемы молодым человеком, что вот я неуверен в себе, что мои родители, они, вот, я зависим от мнения родителей, что я хочу, например, одобрение, там, своего отца, к примеру, да, вот, что мне одобрение, одобрение, одобрение папы нужно, вот, что я боюсь, боюсь его неодобрения, вот, что мне тяжело идти против воли моих родителей и так далее, да. То есть, это вот такая, ну, в какой-то степени привязанность молодого человека к своим родителям. Вот. И, как бы, помимо его личной проблемы, независимости от родителей, присутствует проблема взаимоотношений между вами, потому что, когда молодой человек, даже не находясь в контакте со своими родителями, переживает по поводу конфликта между ними, он находится в состоянии ребёнка. Вы в этот момент находите в состоянии родителей, пытаетесь его по большому счёту воспитывать, пытаетесь по большому счёту ему что-то объяснять, пытаетесь по большому счёту его как-то поддерживать. И это также позитивно подкрепляет позицию молодого человека, ну, вот, в сторону того, чтобы продолжать находиться в эго-состоянии ребёнка с вами и со своими родителями. И если со своими родителями это нормально, хоть и деструктивно, то с вами это, ну, нормально только в том случае, если вам нравится быть родителем для своего молодого человека. Это тоже вопрос к вам. Хотите ли вы быть такой вот стенки, на которую молодой человек будет опираться в случае, что он не верит в себя, а он не верит в себя. Вот. И как бы по, опять же, некой практике, опыту могу сказать, что если таким образом вы его будете поддерживать, то однажды почувствовав, что у вашей поддержки больше молодого человека не нуждаются, он имеет все шансы перестать вас уважать, потому что вы станете для него угрозой. Ну, потому что отношения выстраиваются не на равных. Вот. Вот. Опять же, это вопрос к вам, да? Как вы ведёте себя по отношению к молодому человеку, как вы его воспринимаете и какой вообще свою, там, условно говоря, гендерную роль вы видите? Какой вы видите свою гендерную роль? Вот. Это то, что касается, вот, собственно говоря, проблема молодого человека. Что касается, Welles, то мне кажется, что вы стыдитесь своей собственной национальности в контексте, вот, взаимодействия с молодым человеком и его родителями. Вы стыдитесь своей религии в контексте взаимодействия с молодым человеком и его родителями, подчёркиваю. Я это подчёркиваю, потому что вы не думали, что вы стыдитесь этого вообще. Вы можете этого не стыдиться вообще. То есть, вы можете сами по себе это принимать, вы можете сами по себе это ценить, вы можете сами по себе к этому относиться достаточно позитивно, но вот в контексте взаимодействия с молодым человеком и его родителями, вы можете этого стыдить. Ну, соответственно, если вы этого стыдите, то по большому счёту молодой человек и его родители, правда, в меньшей степени, зеркаливают, то есть отражают вам то, что вы, ну, в какой-то степени думаете о себе сам. И это проблема. Я не чувствую в вас уверенности, я не чувствую в вас принятия того, какая вы есть, я не чувствую в вас уверенности в том, какая вы есть, в том, что то, какой вы являетесь, это прекрасно, это великолепно, это замечательно. Вот у меня нет такого ощущения, да? И как бы вы сами как бы чувствуете стыд за то, что вот, ну вот, вы такая, да? Ну, что вы другой национальности, другой веры и всё такое. Хоть вы считаете, что проблему можно решить, но если вы считаете, что это проблема, то, соответственно, вы явитесь в этом проблем. Вот, если бы вы были уверены в себе, вы бы проблемы в этом бы не видели. Вот. Следующий момент, это то, что вы вместе, сейчас я посмотрю, секундочку, да, вы вместе уже больше трёх лет. Ну, во-первых, не совсем понятно, как так вышло, что за три года совместного существования вы никогда не видели с его отцом. Вот. Это первое. Второе. Нужно понимать, что три года – это тот срок, когда любовь, если она есть, она появляется, а страсть проявляется. Не появляется, а проявляется. А страсть, если она есть, она уходит. То есть три года – это некий такой кризис в отношении. Когда такой у нас, вроде, переломный момент, да, либо, вот, какая-то страсть влечения исчезает, и оказывается, что людей ничего не связывает, либо, наоборот, проявляется какая-то вот духовная история, духовная сторона, и люди начинают продолжать дальше устраивать свои отношения. Поэтому то, что вы, вот, сейчас именно начинаете испытывать, ну, скажем так, особо остро проблему, ничему удивительного, потому как кризис, и молодым человеком сейчас ощущается, молодым человеком ощущается некоторая тяжесть взаимодействия с вами, некоторая тяжесть взаимодействия с вами, вот. Тут можно ставить вопрос о том, что вас объединяет, что между вами общего, какой фундамент между, вот, вами и вашими, ну, между вами, да, на каком фундаменте вы устраиваете отношения, что вы называете общего, насколько это живо, насколько это динамично, насколько это выполняет свою функцию, свою роль, вот. Ну, тем не менее, это вот такая важная, важная история. Дальше. Все в наших отношениях прекрасно, мы понимаем друг друга, поддерживаем. Ну, я боюсь, что поддержка и понимание возможны, если партнеры равны, молодой человек, к сожалению, не представляет из себя равноправного партнера, он представляет из себя зависимого партнера. И будучи зависимым партнером, он транслирует вам точно таки же зависимые отношения. Поэтому, поддержка и понимание легко может превратиться в попытку спасти то, что вы, собственно говоря, и делаете. Пытаетесь спасти своего молодого человека. Дело в том, что я не русская, и что? Вот, а, понимаете, вы даже не говорите, кто бы. То есть, ну, ну, вот просто не русская. Вот вы задавались когда-нибудь с вопросом, а кто вообще такие русские? Вот, кто они? Ну, то есть, кто русские? Ну, вот история сложилась так, что Российская Федерация, это многонациональная страна, в которой живет много национальностей, много народностей, и все эти национальности, и все эти народности русские. И что, мы теперь считаем кого-то более русскими, и кого-то менее русскими? Так? Ну, как бы, я думаю, что вы не хуже меня знаете, чем может, к чему может привести такая позиция. Я думаю, вы не хуже меня догадываетесь, куда может завести такое позиционирование расовой принадлежности. И самое главное, вопрос, который вам нужно задать себе и молодому человеку. А какое значение имеет раса? Какое значение имеет раса? Какое значение имеет расовое принадлежность? Какое значение имеет, какого цвета кожи будут дети? Почему родители не хотят, как они выражаются, в черных детей? Почему? Какое значение? По факту, родители молодого человека игнорируют выбор своего сына, и не хотят ему счастья, а хотят через него реализоваться самим. Вам нужно это увидеть, и нужно увидеть, как молодой человек на это реагирует. Видит ли он в этом проблему, в том числе и в своей грусти, или нет? Так, поначалу его родители были не против меня, но потом начали на него давить из эмоциональности. А вот как это, вот как это так? Поначалу были не против меня, а потом начали давить. Знаете, в этом угадывается некая, некая ваша уязвимость, что ли, Карина. Ну, то есть, поначалу его родители были не против меня, а как будто есть, как будто имеет значение, что его родители могут быть против вас. Извините, если вы совершеннолетние, я надеюсь, что это так, то разве имеет значение против или не против? И вот здесь вступают в силу уже ваши национальные традиции, когда родителям отводится достаточно серьезная роль. И уже вам предстоит для себя решить, насколько для вас мнение и позиция родителей важны. Дальше. Его отец говорит ему найти русскую, что он не хочет черных внук. У меня вопрос. Такой отец, он вообще чего хочет для своего сына? Счастья? Или с чего? Ну, вот это к вопросу о том, насколько ваш молодой человек вообще говоря понимает, когда его интересы защищаются, продвигаются, а когда наоборот исчезляются. То есть, если молодой человек этого не понимает, это проблема. Его мама говорит, что я не православный. Ну, собственно, и что дальше? А почему вы должны быть ею? То есть, понимаете, при определенном раскладе подобная позиция может выглядеть как очень ограниченная, очень несовременная, очень жесткая и узкая. Но эта позиция приобретает совершенно иной оттенок, если вы стыдитесь того, что вы не православный и того, что вы не русский. Если возникает стыд по данным моментам, то люди это будут чувствовать и будут туда бить. Дальше. Видимо, они уже долго говорят вот такое, и теперь в наших отношениях всё сложно. Ну, так не бывает. Вы пишите, что всё в наших отношениях прекрасно. Мы понимаем друг друга в реальном времени. И дальше вы пишите уже через две строчки буквально, что теперь в наших отношениях всё сложно. Так не бывает такого, потому что всё, два раза вы используете слово всё, это ничего. То есть, само значение, лексическое значение слова всё означает ничего. В отношениях всё не прекрасно и не сложно. В отношениях может быть что-то хорошо, что-то удовлетворительно, что-то нейтрально, что-то негативно и что-то действительно сложно. Но это конкретно, это конкретно что-то. Даже та дифференциация, которую я привёл, то дифференциирование, которое я привёл, оно весьма условно. Потому что оно очень-очень грубо. Но вы только задумайтесь, пожалуйста, задумайтесь о том, что вы пишите, всё в наших отношениях прекрасно и хорошо, мы понимаем друг друга, поддерживаем. Теперь в наших отношениях всё сложно. То есть, получается, внешние факторы мало того, что способны повлиять на ваши отношения, так ещё и вы со своей стороны, с одной точки зрения, вот в одном аспекте, принимаете сложности молодого человека, то есть, принимаете сложности молодого человека в свои отношения. Это позволяет влиять на ваши отношения к молодому человеку. А с другой стороны, такое ощущение, что вы не отграничиваете себя от отношений. То есть, это тот самый случай, когда отношения выделяются во что-то самостоятельное на фоне взаимодействия людей. Когда отношения становятся самоцелью, и у меня вопрос. Как так произошло? Что отношения стали сложными. Что отношения были хорошими и стали сложными. Не то, как я себя вижу и чего я для тебя хочу, сменяются, а наши отношения. Не то, как ты меня видишь и чего ты для меня хочешь, а наши отношения. Не то, как я себя вижу при взаимодействии с тобой и чего я хочу для себя, а наши отношения. То есть, по большому счёту, говоря о ваших, теперь уже в кавычках, отношениях, вы не говорите ничего. Ровным счётом ничего. За этими словами, в наши отношения нет ничего. Потому что ваших отношений не существует. Есть только ваши отношения. Но ваше отношение состоит из того, чего вы хотите для молодого человека. И что неприемлемо по отношению к вам со стороны молодого человека. Всё. Это ваши отношения. И говорить можно только о нём, но не об общих отношениях. Понимаете? Дальше. На что для того, что он перестал верить в то, что мы будем вместе. Ну, несколько странно это звучит, потому что вы уже вместе. То есть, я бы понял, если бы вы были на расстоянии, да, и вот должны были встретиться, начать жить вместе. Вот перспектива этого, да, померкла, я бы понял. Но опять же, вы пишите, что мы три года вместе, больше трёх лет, мы вместе, пишите вы. И молодой человек перестаёт верить в то, что вы будете вместе. Возникает вопрос. О каком будете вместе, идёт речь. Будете вместе всегда? Нет. Человеческая жизнь, конечно. Обеспечить ли вы, будете ли вы вместе пока живы? На это влияет множество факторов, и родители, их позиция далеко не единственный фактор. Здесь возникает вопрос о том, насколько молодой человек умеет жить, с одной стороны, в настоящем, а с другой стороны, в относительной, реалистичной, небезопасности. То есть молодой человек, по факту сейчас, стремится к тому, чтобы быть уверенным, что вы всю жизнь будете вместе. Всю жизнь здесь по умолчанию. Вот. Далее. Я понимаю, что все эти проблемы решаемы. И с религией, и с родителями. Это не проблема. Понимаете? Решая эти проблемы, вы признаёте, что это проблема. Если вы признаёте, что это проблема, то это проблема для вас. Если вы признаёте, что это проблема для вас, то люди окружающие будут отражать вам то, что для вас это проблема. И вы будете, да, вы будете лечать проблемы, будете бороться, но хорошего из этого ничего не будет. И хорошего для вашего отношения к молодому человеку не будет точно ничего. Поэтому, если вы видите, что это проблемы, чем для вас лично это является проблемой? Для вас является проблема расы? Для вас является проблемой религии? Для вас является проблемой родителей? Что именно для вас является проблемой? И почему? Дальше. Так. Говорю ему, что у нас всё получится, что мы всё решим. Но, опять же, у кого у нас. Да? То есть мы это вот. То же самое, что и у нас вот в отношениях всё хорошо. То есть кто такие мы, кто мы решаем, не очень понятно. То есть есть я, есть ты. Я могу сделать то-то, то-то, ты можешь сделать то-то, то-то. Кто мы, как мы, не ясно. Не ясно. Он не верит. Ну да, потому что есть определённые проблемы, которые, в общем-то, дают сомнения. Это правда. Вопрос в другом. А вы считаете, что он должен верить? Вы считаете, что на вере вот это как-то строится? Ну, то есть всё. То есть в серии не обращая внимания на проблемы, не обращая, не обращая, не обращая, а потом всё это разом навалится и всё или что? То есть вы за что выступаете? За нереалистичное восприятие окружающего или за реалистичное? Почему вас волнует то, что он не верит? Ну да, молодой человек сомневается. Это правда. Молодой человек сомневается. Кто знает, может быть, это часть его пути, может быть, это часть его становления как личности. Но если он сомневается, то вам нужно позволить этот путь ему пройти. Постоянно его поддерживая, и ещё раз повторю, постоянно его поддерживая и стараясь внушить ему, что вы со всем справитесь, вы не помогаете. Вы делаете его ещё более зависимым от себя. Можно поговорить, безусловно. Можно выстрочить человека, безусловно. Можно выразить свою позицию, обозначить её. Но дальше всё, что вы можете сделать, это совершать свои действия, то есть своими поступками, действиями, показывать человеку, что то, что вы говорите, вы реализуете. Всё. Это единственное, что вы можете сделать. А тут получается, что вы, ну, я понимаю, это не совсем так, но получается, что вы его просто постоянно успокаиваете. Вот он там, не знаю, истерит, а вы его успокаиваете. Вот так это выглядит. То есть тут вот такая вот родительская спасительная позиция имеет место быть. Дальше. С его мамой я знакома лично, а при зрителе мы хорошо общаемся. И что, к чему это не очень понятно. То есть, ну, мама может легко за глаза говорить о вас какие-то вещи. Мама может быть не любит конфликты, что, кстати, довольно логично, учитывая, какой молодой человек. Вот. А мама не любит, значит, конфликты. Вот. Не конфликтует. На прямой конфликт не идёт. Но при этом вот он может улыбаться в глаза, а за глаза говорить, ну, какие-то вещи менее лицеприятные. То есть вы здесь пишите, ну, никакого значения не имеет. Дальше. Но с отцом ни разу не виделось. А, как бы, с одной стороны, почему за три года не виделись? Как вообще это возможно? С другой стороны, а зачем? Вот такая вот немного двоякая ситуация. Мой барин очень сильно грустит и переживает из-за этого, но, видимо, по влиянию родителей перестал верить в то, что отец будет нормально относиться к нашим отношениям в будущем. Эм... Это чисто проблема парта, которую он должен решать. Не вы. Вдобавок, он сам хотел бы... Так, светлых детей. Эм... Простите, а... С вами он тогда... Он тогда что делает? Ну, то есть, если... У него такая позиция. С вами он тогда что делает? Вы тогда с ним что делает? Или вы принимаете тот факт, что он может вас, по сути, это дело бросить в любой момент? То есть, вас это не смешает? То есть, вас это не смешает? Или хотя бы отдаете вы себе отсчет в том, какие последствия у такого желания могут быть? Нет, я не говорю, что это прямо плохо. К этому можно по-разному относиться, но это реально, если у человеческого человека такая позиция, это реально. Но вы свою роль в таком контексте видите? Вы видите свою роль и перспективы возможные? Вот, что я хочу, как бы, узнать. Ну, да, в некоторой степени такая позиция, ну, является принижением вас. Вот, при условии, если вы надеетесь что-то от этих отношений получить. Если вы не занимаетесь, как бы, здесь такой вот аструистической немного миссией по привнесению счастья молодому человеку. Вот. Дальше. Я понимаю, что как только они появятся, он полюбит их, какими бы они не были. Откуда это понимали? Из чего вы так решили? Почему молодой человек должен заводить с вами детей, если он хочет светлых детей? Вы умеете предсказывать будущее. Вы верите вот так, как молодой человек не верит. Извините, но в некоторой степени это оторвано от реальности. А что будет, если он не полюбит детей? То есть, понимаете, речь уже идет о ком? Не только о вас, а о детях. Вы детей своих ставите под угрозу не принятия их отцом. Сознательно. Единственный аргумент, это вера. Понимание. Может быть так будет, но может быть и нет. То есть, я здесь вижу некую безответственность по отношению к будущему ваших детей. То есть, вы можете рассчитывать, что переубедите молодого человека в своей позиции, да? Но вы можете рассчитывать на то, что вы переубедите молодого человека и донезете на него. Но самое главное это дети, они светкозные. Да. Вы можете принять то, что молодой человек хочет светлых детей и быть с ним, ну, к примеру, не знаю, быть с ним, пока он не встретит ту, с кем он собственно и создаст семью. Или с кем он доведет детей. Вы можете быть с ним в расчете на то, что в будущем вы детей, например, усыновите светло. Но здесь лучше, наверное, иметь какую-то четкую позицию, видеть риски и совершать сознательный выбор практически каждый день по принятию этих детей. Рисков. Дальше. Подскажите, что мне делать? Я очень хочу, чтобы мой парень верил в нас, ведь будущее у нас может быть светлое, но прекрасное. Ну, некая идеалистичность здесь у вас, к сожалению, проглядывает, да? То есть светлое и прекрасное будущее вряд ли. То есть зачастую в жизни, как правило, поровну. Поровну каких-то конструктивных моментов и деструктивных. То есть светлое и прекрасное будущее – это идиллия, идиллии не существует. То есть это не означает, что вы не сможете быть счастливы, но светлое и прекрасное будущее – это абсолютно недостижимая история. Не хочется вас разочаровывать, но тем не менее. Что касается веры молодого человека, то это его акт, это его решение, его выбор – верить или не верить в вас, в будущее и прочее. И вы никак на это повлиять не можете. А вот для чего вам нужно, чтобы он верил – это большой вопрос. Какое значение для вас имеет его вера? Стоит ли поговорить с родителями или пустить сцена в натёк? Ну, а о чём, условно говоря, вы будете говорить с родителями? Вот что вы им скажете? Какая цель будет? Проблема-то не в родителях. Родители, они не делают ничего такого, ну, аномального для себя, они не видят проблемы. Напротив, у них есть убеждение, у них есть позиция, у них есть цель, вот, у них есть план. И они активно его продвигают. У них есть видение их сына, у них есть видение их внуков, и они всё это продвигают. И они имеют на это право. Своё. Не социально, не общественно, и даже не морально. А личное, личное право на эту позицию они, безусловно, имеют. Как бы, это не преступление. Но проблема не в них, а в одном человеке. Проблема в том, о чём я говорил в начале. Что это системная трудность у мужчины с автономностью своей воли, с независимостью своего решения, с доверием в себе, с контактом со своими ценностями. Это проблема молодого человека. Не локальная, не эпизодическая трудность с религией, верой, детьми или родителями. Это проблема именно личности мужчины. И он в ней, точнее он в этой ситуации для себя, либо видит проблему и начинает её решать, в том числе с психологом. Либо он не видит её проблему, в этом проблему обрекает на страдания себя и вас тоже. Так что, родители, здесь вообще, так говоря, элемент самый отдалённый. Пустить всё на самотёк, нет, ну, пустить всё на самотёк, в какой-то степени вы можете, но, опять же, непонятно, что вы вкладываете в это. Что для вас пустить на самотёк, это первое. Второе, как вы будете с вами относиться к тому, что пустили всё на самотёк. И третье, такая, динамика какая? Ну, если динамика, вот, пустить всё на самотёк, всего, всего на самотёк негативное, то, очевидно, что, пустить всё на самотёк, вы, в общем-то, ускорите окончание ваших отношений. И это то, что вы готовы принять? Если да, то да. То есть, понимаете, вы сейчас по какой-то причине хотите у нас, у психологов, получить ответ на то, что вам делать. Но психологи не советуют. Психологи помогают разобраться в себе и показать конструктивную историю, показать конструктивные моменты, показать ваши ошибки. А дальше вы уже сами. Дальше вы уже сами решаете, как и что вам делать. Пока что, основной трудностью мне видится именно то, что вы любите человека и думаете о будущем с человеком, который хочет светлых детей. Как это соотносится с вашей любовью и вот где так грант, что я его люблю и хочу быть с ним. И, по сути, молодой человек меня полностью не принимает, готов ли я на такую самоотверженную любовь и в какой степени. Тот самый трудный момент для вас. Ага. И крайне безответственная история о том, что вы уверены в том, что когда здесь появятся наши политики, какими бы они ни были. То есть эта вот вера в, как бы, в игнорирование, ну, реальных позиций и в игнорирование силы стереотипов. И неоправданный, абсолютно неоправданный риск для ваших детей. Вот. Риск остаться без папы. А также проблема, наверное, заключается в значимости для вас отношений с молодым человеком. Вероятно, страх его потерять. Вероятно, определённое зависимость. Если молодой человек зависим, то, скорее всего, зависимы и вы. То есть это вопрос со-зависимости. Про неё можете почитать в интернете. Просто про со-зависимость. Вот. Такая вот история. А-а-а-а. На этом всё. Надеюсь, что помог. Если понравился мой ответ, буду благодарен вам за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. До свидания. До свидания. Продолжение следует...